400 тысяч стоимость самой коляски плюс колеса по 30 и это далеко не полная стоимость экипировки спортсмена. Каска, костюмы, специальные перчатки, сделанные на заказ за рубежом и того еще несколько десятков долларов. Этот вид спорта затратный и одновременно зрелищный. Недаром спортивные коляски называют болидами. Здесь очень быстрый асфальт, очень быстрое время. Спортсмены будут разгоняться, наверное, до 40 километров в час. В гонке есть партнер, который сформировал призовой фонд и также будут призы победителям и участникам. В этом году призовой фонд полумарафона составляет 500 тысяч рублей. Неплохая мотивация для результата. Отдельные призы организаторы предусмотрели и для других спортсменов. Новшество этого года – массовый забег на активных и, конечно же, менее резвых колясках. 200-метровую дистанцию проехали участники фестиваля пара-арт. После церемонии их награждения на трассу вышли полумарафоновцы. В третьем международном полумарафоне на спортивных колясках соревнуются 22 участника из России и Казахстана. Среди них 11 спортсменов-паралимпийцев, членов сборной команды России. Их задача – преодолеть 8 кругов по Сочинскому автодрому, что составляет 21 километр. Заезд по главной гоночной трассе страны для Вероники Дорониной, воспитанницы заслуженного тренера Ирины Громовой, пройдет во второй раз. В прошлом году она заняла третье место. Мы недавно вернулись в марафону московского, и я немного повредила руку. Хотела час или час, хотя бы час, 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 0,1 проехать. И не знаю, как вот сейчас получится. Буду надеяться, что все нормально. К сожалению, ожидания Вероники, видимо, из-за травмы не оправдались. Среди женщин первыми финишную черту пересекли Наталья Кочарова, Акжана Абдикаримова и Ирина Гуляева. В мужском разряде лидировали московские спортсмены Виталий Гриценко, Александр Гонзей и Семен Радаев. В классе Т-52 первым стал Артем Шишковский.